Четвертое изменение в городском бюджете принято. Казна пополнилась более чем на полмиллиарда рублей. Депутаты Омского горсовета на пленарном заседании одобрили очередные поправки в главный финансовый документ. Целевые средства межбюджетного трансферта направят на различные сферы. Основная традиционно социальная. Например, 280 миллионов запланировано на переселение мечей из аварийного жилья. Остальные средства получит сфера образования. Деньги пойдут на подготовку летних лагерей, оборудование пожарной сигнализации в учреждениях, бесплатное питание школьников и ремонт зданий к новому учебному году. Однако 88-я гимназия, где в 2019-м рухнул потолок, свои двери пока не откроет. Подрядчик подготовил экспертизу проекта капремонта, но не уложился в срок. Поэтому завершить работы планируют лишь в 2023. На эти цели часть средств в 100 миллионов перенесли на следующий год. Также депутаты приняли решение передать здание в ведении администрации. Но эта процедура чисто техническая, отмечает председатель профильного комитета Максим Астафьев. Мы передали на время реконструкции 88-й гимназии, саму гимназию это здание передали в ведение департамента строительства администрации города Омска. Так положено вообще, так делается всегда. Поэтому очень важно, с другой стороны, посмотреть, что сейчас очень много образовательных учреждений в нашем городе. Они реконструируются, где-то ремонтируются, где-то усилиями депутатов и по инициативе самих руководителей учреждений. Там проводятся некие небольшие ремонтные работы. Вот очень важно, чтобы эта работа, она продолжалась. Работа в этом направлении и не останавливается, уверяют в мэрии. На устранение предписания МЧС в 13 детских садах направлено 10 миллионов рублей. В первой половине этого года по восьми учреждениям планируют подготовить локально-сметные расчеты. Второй, но не менее важный вопрос, который вошел в повестку юбилейного заседания Горсовета в шестом созыве, утверждение новой схемы избирательных округов. Их станет 40, в два раза больше, чем раньше. В этом году депутаты будут избираться по мажоритарной системе. Не по партийным спискам, а по одномандатным округам. Омским городским советом принято решение по изменению устав, изменение процедуры выборов Омский городской совет. Мы перешли на стопроцентную мажоритарную систему. И сейчас мы утвердили именно перечень избирательных округов, 40 округов, которые равномерно были распределены, плюс-минус 10 процентов от числа избирателей. Уже этой осенью омичевы берут 40 депутатов Горсовета седьмого созыва. Как отмечает Владимир Корбут, 22 июня на очередном заседании определят точную дату. Однако в Горсовете все же прошло тайное голосование. Но по другому поводу. Депутаты приняли решение о присвоении звания почетного гражданина Омска сразу двум кандидатам. Знаки отличия и соответствующие удостоверения получит боксер Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта, а также Геннадий Фридман, член правления Российской академии бизнеса и предпринимательства, председатель Совета ассоциации региональных операторов мобильной связи. Вручение планируется провести в торжественной обстановке в день города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова